Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Раэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что, Лига Мастеров 2 звезды, я забираю наши награды и переходим с тобой в магазин, где открываю бесплатно пак. Так, ну что у нас, у нас, а что у нас, ребята, у нас что за день недели, скажи-ка мне на милость, у нас, по-моему, пятница, да? Пятница, развратница, а может быть даже и суббота, я сейчас гляну, кстати. Сейчас посмотрим, ребят, что у нас там, значит все-таки пятница, да, пятница только началась, ребята, 6 часов утра на моих часах, Раэй играет, я вам еще раз говорю, ребят, попутал день с ночью, поэтому днем играю, ой, днем я сплю, а ночью я играю. Ну что же, поехали. Начнем с турнирной арены, и я хочу попасть в Лигу Мастеров 3 звезды, как я и хотел в прошлой серии. Не будем, как говорится, изменять сами себе. Сделаем, наверное, Змейковью, но сюда я возьму, пускай будет Тимоти, и возьму на всякий случай здесь Шредера. Почему, ребята, именно такую взял команду? Ну, Рафаэль, насколько ты знаешь, у нас очень неплохой провокатор, ну и плюс у нас здесь еще Микеланджело, который, естественно, делает очень крутую защиту, именно по уклонению. Так, смотри-ка, Майки здесь усиливает вражескую команду, а мы с тобой сделаем супердар. Ну, правда, блин, сейчас же этот звездонет, а нет, нет, не звездонет, ребята, Хана мы завалили. И теперь понизим еще и атаку. Угу. Так, Муха, давай-ка мы ее, наверное, попробуем добить. Есть. Так, минус Майки. Да ладно, Крис, Брэдфорд, ну успокойся, ну пожалуйста, ну что ты, ну что ты, что ты своим проникающим ударом хотел меня наказать, но не тут-то было, наказали мы его. Ну что ж, друзья мои, идеальная победа, и мы идем дальше. 68-я позиция, то есть пролетели с тобой 12 ступенек. Так, 12 ступенек, ребята, я беру здесь Армагона. И на всякий случай возьмем, наверное, ну, давай возьмем вот так вот, Рафаэля. Хотя я в Армагоне больше уверен, но Рафаэль на всякий, ребята, случай, на всякий случай, еще раз повторяю. Давай проверим, блин, а куда я очки положил, а, друзья мои? Кто-нибудь мне скажет? Вот они. Что-то без очков мне как-то некомфортно. Надо, чтобы они всегда были у меня на глазах. Потому что у монитора есть вот это вот такая, знаешь, такой вот фон, когда ты, например, спишь и включен телевизор. Вот это вот синевая. Хоть у меня и монитор современный, якобы без эффекта синевый, но я все равно, ребята, чувствую, что он есть. И когда ты играешь, ты забываешь моргать. То есть ты абсолютно погружаешься в игру или еще что-то и забываешь про моргание. А когда ты не моргаешь, ребята, естественно, глаз пересыхает, начинает, как бы тебе сказать, краснеть, воспаляться, чесаться и в итоге зрение садится. Ну, я тебе скажу честно, у меня, ребята, зрение очень сильно село за последние три года. У меня зрение было единица. Последнюю комиссию, когда я проходил, мне поставили миопия. Миопия – это близорукость. И это неудивительно, потому что, ребята, столько времени. Вообще вот эти вот блогеры, да, летсплейщики и еще кто-то, они очень, ребята, много проводят времени перед мониторами. И я тебе скажу, чем круче качество монитора, да, например, 4К, 2К, тем, наверное, ну, как я вот ощущаю, больше напрягается глаз. Потому что, когда раньше было вот Full HD, да, расширение, глаза привыкли. Когда я переходил на 2К монитор, у меня дико болели глаза, потому что пиксели становились меньше, изображение становилось четче, и ты как бы, ну, просто переучился, перепривыкал к такому качеству. Ну, это мое, ребята, может быть, у кого-то по-другому, но я говорю вам именно про себя. И начал вот то, что я начал очень сильно напрягать глаза, и, ребята, зрение село. Так что теперь у меня ежедневная зарядка для глаз. И играю меньше. Ну, вы, наверное, уже заметили, да, что играть я стал меньше, потому что, если я не пройду комиссию, ребята, я потеряю работу, а поверьте мне, я, как сказать, ну, ты понимаешь, дети, я разведен с женой, но алики я плачу все-таки на детей. И, как бы, не в моих интересах терять мне работу, потому что я детям плачу алименты, а у меня их трое. Ну, правда, уже в этом году вторая дочка у меня становится совершеннолетней, как бы, но у меня еще есть сын маленький. Ну, как маленький, 11 лет ему, но все равно маленький. Вот, поэтому я не имею права себе позволить такую шалость. Шалость. Ну, грубо так звучит, шалость. Я не имею права себе такого допустить. Вот. Поэтому нужно беречь это. В целом, по организму все хорошо, но вот именно по зрению, да, ребят, проблемы возникли. Можно, конечно, сделать операцию, но... На вот этой последней комиссии я говорил, так, может быть, мне, я говорю, прооперировать глаза, сделать коррекцию глаз? Говорит, не стоит, у тебя просто, говорит, сейчас возрастное. Как вы знаете, я перешагнул 40-летний барьер, да? У меня уже к 45 скоро пенсия будет. Вот. И мне сказали, что это, скорее всего, у тебя, ну, помимо того, что он монитор и тому подобное, переломный момент в плане, ну, как-то, средний возраст идет, вот. И, типа, ну, типа не стоит тебе сейчас ничего делать конкретно, потому что у тебя зрение из года в год, оно не стоит на уровне, на одном. Оно потихоньку-потихоньку садится у тебя. Я говорю, так, в том-то все дело, что оно садится. Он говорит, если ты сделаешь операцию, да, то через год оно у тебя еще сядет, еще, еще, и в итоге ты просто зря сделаешь операцию. То есть тебе нужно дождаться такого момента, где у тебя ухудшение зрения либо остановится, либо будет дальше прогрессировать. Ну, нельзя сейчас делать. Ну, в общем, будем ждать, ребята. Естественно, я, как бы, это дело не забрасываю, периодически делаю зарядку, как я уже говорил, не только физическую, но и для глаз. Она просто необходима. Разрядить зрение постоянно вот так, что в монитор вот этот смотришь, никуда глаза не отводишь постоянно, как бы не есть хорошо. Так что, надеюсь, может быть, какие-то улучшения будут. Ну, естественно, и витамины пьешь и все, хотя это, честно говоря, мертвом припарка. Тут действительно надо, ребята, комплексно к этому делу подходить. Поменьше, как говорится, сидеть за монитором, побольше гулять, побольше смотреть вдаль и тому подобное. Так, ну что, ребята, 91 ранг. Мы уже перешли с тобой в Лигу Мастеров 2 звезды. Но это еще не предел. Мы продолжаем. Как говорится, прогрессировать, улучшать наши навыки. Майки мне не нравятся. Хотя, ты знаешь, сейчас Рафаэль потом пиццелиться будет ходить. Насколько я помню, да? Да, мы плюху бросаем, и они падают. Вот так. Блин, еще скоро отпуск кончается. Как-то, честно говоря, блин, бестолково у меня отпуск прошел. Просто провалялся тупо на диване. Так вот скажем. Хотел заняться тем, 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 ничего не вышло. Так меня это все расслабило. Ну, я вам скажу, почему, ребята. Два года без отпуска. Без отпуска, но они сказываются. Ты просто попадаешь как будто в рай. Ничего не охота, полная эйфория. В следующем году у меня, ребята, в мае отпуск. Ну, есть планы съездить куда-нибудь. Но, опять же, это планы. Они имеют свойство нарушаться. Как всегда, перейду, как какие-нибудь появляются дела. Все это накрывается медным тазом. И все идет не так, как ты хотел. Ну, в общем, загадывать не буду. Посмотрим. Что из этого у нас получится. Так, ну что, берем Ваньку и Усаги. И, ко всему прочему, вот этих вот трех бойцов. Сейчас придется нам откаты делать. Без откатов я здесь далеко-то и не уйду. Поехали. Постепенный урон. Так, слушай, до Натылла не попал. И не попал также Сплинтер. Но у нас есть Ваня. И Ваня очень даже хорошо, ребята, сделал свое дело. Хм. Пробил их. Так, мы переходим на 58-й ранг. Слушай-ка, мне кажется, мы с тобой перейдем в Лигу Мастеров. Но нам придется уже тратить с тобой откаты. Потому что я практически всех своих сильных бойцов уже отыграл. Единственное, я не пойму, нафига я здесь взял Армагона и Маузеров. Мне надо было взять либо одного, либо другого. Нафига я их двоих-то застр... Ай-рэй, ну че ты так тупанул? Блин, мне вот интересно знать. У нас сервер настроился на Страйк Форсе. Или по-прежнему барахлит. Я просто хочу, ребят, пройти там два события. Потому что у меня появилась боеголовка. Персонаж новый. Мне ее не хватало для одного из событий. И плюс события, которые даются с Джиггернаутом Зомби. Тоже хотелось бы его поиграть. Наверное, после Черепашек я сыграю в Драконы-Всадники Олуха. Потому что у нас там события, не забывая, выживание идет. И потом, скорее всего, Страйк Форс. Но вот как я буду восстанавливать себе режим, если я, например, сейчас на моих часах... Седьмой час утра. Седьмой час утра, ребят. Пока я то-сё поиграю, это будет уже девять. Я опять лягу спать, я опять в шесть часов вечера встану. И все вот так вот по кругу. А в субботу мне в шесть часов вечера на пострижку идти? Блин. Ни два, ни полтора, да? И надо потихоньку уже привыкать с режимом. Потому что начнется рабочие, как говорится, дни. А ты, как говорится, по старой памяти будешь балдеть. Знаешь, как вот мозг привыкает к отдыху. А тебе на работу завтра. И ты можешь просто либо отключить будильник, либо еще что-нибудь. Либо просто забить болт и проспать. Такого, конечно, не было у меня. Но это не исключено. Такое может, ребят, случиться. Тем более, когда ты полностью на расслабоне. Так, а что у нас здесь получается? 26-я позиция. Да мы, кстати, с тобой сейчас уже практически перейдем на три звезды. Верно? Давай. Мы играем с тобой против Джозефа. Так, ты не удивляйся только, почему я говорю шепотом, ребята. Потому что я вам еще раз объясняю, что мы живем в панельном доме. Тут слышимость такая, знаешь, люди вот за стенкой спят. Слышно, как они спят. Ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я, да? А уж тем более не слышно мой голос, как я тут комментирую и разговариваю. Это, пожалуй, не каждому понравится. Так-с, ну что ж, давай, наверное, сделаем Джеймса. Возьмем здесь Армагон и плюс ко всему Пицелицей. Раз, два, три. 76-й уровень у противников, кстати. Может быть, хотя Армагон есть Пицелицей. Хм, двоих ушатали и наш Пицелицей добивает еще троих. Прекрасно. Ну, давай, давай, давай. Мне нужно три звездочки. Так, еще один поединок, ребята, и мы с вами в лиге три звезды. Давай я возьму, наверное, Макмана здесь. Попробуем и Бакстера. Как думаешь, такой командой? Упс, подожди. Как думаешь, такой командой мы с тобой успеем их бомбануть? Вот мне интересно. У Аллапекс инициатива больше, чем у этих соточек. Упс. Это что за урон такой, а? Давай, Бакстер, не подведи. Есть. Ребят, нам повезло, что здесь был постепенно урон. Если бы на него не попало, нам бы было бы не сладко. Ну что же, лег мастеров три звезды, 93-я позиция, и у нас еще с тобой есть пару поединков. Ну, пару поединков я имею в виду на раз-два-три, раз-два-три, ну да, пару боев еще у нас с тобой сохраняется. То есть, с 90-й позиции мы с тобой, ну, где-то перейдем на 70-ю, 80-ю. Будет где-то так, приблизительно. И ракетами добиваем. Идеально. Идеально, друзья мои. Так, ну что, 83-я, надеюсь. 81-я даже. Так, ты видишь, кто у нас здесь? Здесь Маузер, здесь Ванька, и это 79-й уровень. Раз, два, три. Ну что, у нас с тобой будет сплинтер. Получается, неотыгранным. Ну, пускай будет неотыгранным фигли нам делать. Я не могу из-за одного персонажа делать, блин, из-за меня 4 отката просто в никуда. Это ни к чему. А вот так вот мы с тобой здесь выиграли. Идеально. Мне нравится, как вот этот вот железноголовый танцует брейк-данс. Мне очень приколует его движение. Победные. Слушай, 69-я позиция. Значит, завтра мы с тобой что делаем? Мы с тобой выходим в топчик. И все. И ждем, ребята, понедельника. То есть, 100% гарантированно у нас будут осколки в кармане. Так что, по этому поводу можно не волноваться. Так, ну-ка. Давай бомбанем. Да ладно. Целиться их. Завязывай давай. Падай. Не хочет, а? Хвостом его. И здесь вот так вот. Нормально. Переходим с тобой на вторую волну. И здесь у нас Крис Брэдфорд. Массовый. Ну, давай массовый сделаем. Фиг с ним. Пух. Да ладно. Все упали, а этот у нас остался. Здорово. Даже Крис Брэдфорд упал, да? Ну что же, выполнили мы это задание с тобой. И дальше у нас... А что у нас дальше? Дальше у нас прокачка, ребята. 27 тысяч мутагена. Как думаешь, хватит? Ать! Не хватает, ребята. Совсем чуть-чуть. Такс, ищем... Ищем с тобой Лапекс. Мы не сможем, друзья мои, прокачать до шестой ступени, потому что... Нужен ранг, по-моему, 70-й, да? Или сможем? Что-то я не помню. Можем или не можем? Можем. Так, ну что, давай тогда здесь, ребята. Нам нужно найти... 7, да? Даже 8. 8 этих... Номеров, короче. Автомобильных. Ну, уже 7. Уже 6. Уже 5. Уже 4. 3. 2. 1. Нет. Это значит, что еще один надо. И где же? Вот он. Друзья мои, ну мы с собой накопили мутагена на прокачку Донателло. На 95-й уровень. Еще 5 левелов и он будет сотка. Завираем здесь все наши награды. И все на сегодня, ребята, получается. Потому что... Ну, испытаний, ты сам видишь, нету. Здесь у нас все сделано и здесь тоже все сделано. В общем, ребята, встречаемся с вами завтра. Попадаем в топчик, делаем вот эти вот... Нет, не вот это вот, а вот эти вот задания платят. Подожди, нет. Слушай, подожди-ка, а у нас... А, ну вот, правильно, да, черепашки. Здесь будем получать элементы. Но это будет уже завтра. Точнее, сегодня, но... Нет, все-таки завтра ночью будет это все делать. Сегодня я буду дрыхнуть, как сурок. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.